Все мы с вами заслушали отчет, но жизнь продолжается и сегодня у нас есть несколько важных моментов. Мы считаем, что сегодня наиболее острая мировая точка – это ситуация вокруг Северной Кореи. И здесь два моих коллеги, они об этом скажут, так как совсем недавно были. Кроме того, сегодня у нас, я бы назвал повестку дня, день ЖКХ. В прошлом созыве мы сделали запрос в Конституционный суд 90 депутатов, который по неконституционности капитального ремонта. В целом, отклонив наш запрос, тем не менее, суд Конституционный принял три определения в адрес правительства. И вот сегодня как раз четыре закона будут отвечать на это определение. Дорогие друзья, мы, к сожалению, с вами сегодня находимся на пороге Третьей мировой войны. Третья мировая война имеет все шансы быть ядерной. Это будут колоссальные последствия для всего человечества. То, что сегодня американцы ведут эскалацию сил вокруг Кореи, Северной Кореи, направлено не только против корейского народа. Я убежден, что это направлено в первую очередь против России, против Китая. Мы недавно были с большой делегацией, часто ездим в Корею. Я могу сказать о том, что Корея не хочет ни на кого нападать. Их вынуждает к тому, чтобы они занимались своей обороноспособностью. Посмотрите, за последние десятилетия, там, где американцы насаждали свою демократию, можно перечислить эти страны. Это Югославия, Ирак, Сирия, Ливан и так далее. Ливия. Можно о многом говорить. Можно сказать о том, что происходит сейчас на юго-востоке Украины. Все это внешняя политика Соединенных Штатов Америки. И корейцы не учитывать этого не могут. Но можно сказать о том, что сегодня в Корее очень активно развивается у них строительный бум, учебный бум. Активно поддерживаются те люди, которые стремятся получить высшее образование. Мы с моими коллегами видели великолепный храм, русский православный храм, который построен в Тиньяне по инициативе Ким Чен Эра. Превосходное наше посольство, работающее в посольстве. Наш посол Мацигора Александр Иванович превосходный дипломат. Он 40 лет занимается проблемами Кореи. И уже очень много сделал для того, чтобы сохранить наши дружеские связи с Кореей. С 49-го года мы с Кореей всегда друг друга поддерживали, приходили друг другу на помощь. И сегодня необходимо нам оказать максимальную помощь нашим корейским друзьям. Еще в 1955 году Ким Ир Сен, тогдашний руководитель Трудовой партии Кореи, разработал идею Чучхэ. В Чучхэ там есть несколько постулатов, главным которым является, что человек это центр общества, центр вселенной. Другая ситуация, которая заложена в этих постулатах, это о том, что строительство, что Северная Корея является независимым, самостоятельным государством. И главная у нее задача строительство самого справедливого общества на земле, социализма. И что социализм это будущее планеты. Эти идеи нашли свое распространение в том числе и в идее Сангун. Сангун, где говорится, что армия вместе с народом и партией защищает свое государство. Конечно, там очень много сегодня людей в погонах. Там по некоторым сведениям порядка 5 миллионов. Это и авиация, и, ну это по экспертным оценкам, это и авиация, это и сухопутные войска, ядерное сдерживание, трудовая, молодая гвардия и так далее, и так далее. Войска корейские находятся в состоянии боевой готовности. Они готовы в любой момент отразить нападение. Но это ли это люди настроены на созидание, на жизнь. Когда находился в Пхеньяне, увидел что-то красивый город, строительство идет, все люди доброжелательные, улыбчивые, хорошо одетые. В городе нет надоедливой рекламы, транспорт минимальный, очень развито общественное движение, общественный транспорт. И посещая предприятия, учебные заведения, увидел, что эти люди настроены на жизнь. Война им не нужна. Они для того, чтобы созидать, строить и совершенствовать свое общество. Возвращаясь от геополитических проблем, все-таки к земным проблемам ЖКХ, я скажу, что сегодня будут рассматриваться сразу 4 законопроекта, посвященные теме капитального ремонта, точнее не выполненных обязательств правительства. Мы напомним, что по решению Конституционного суда на сегодня есть мнение, есть решение о том, что за прежним собственником, то есть фактически за государством и за муниципальными органами, сохраняется обязанность по проведению капитального ремонта. Более того, Конституционный суд обязал в данном случае и Государственную думу, и правительство принять в самые короткие сроки соответствующий правовой механизм реализации данного права или данного механизма обеспечения капитального ремонта старого жилья. Сегодня внесено 4 законопроекта, к сожалению, ни один из них в полной мере не отвечает на запросы и на те вопросы, которые поставлены в решении Конституционного суда и ранее в решениях еще Верховного суда. Это значит, что, к сожалению, четкого правового механизма, четкого финансового механизма, каким образом средства федерального, регионального и муниципальных бюджетов будут тратиться на производство капитального ремонта, невыполненного срока на сегодня нет. Фракция КПРФ тоже внесла один из законопроектов, сделал это наш депутат Смолин. Речь идет о пропорциональности в части финансирования капитального ремонта. Мы считаем, что доля оплаты капитального ремонта за счет бюджетов должна быть распределена в зависимости от того, сколько времени на балансе какого бюджета находился тот или иной дом. Соответственно, перекладывать сегодня все в полной мере на муниципальные бюджеты неправильно. Я напомню, что сегодня есть ряд городов, где уже есть судебные решения, тысячи судебных решений, которые обязывают муниципалитеты провести необходимый капитальный ремонт. Это сибирские города Томск и Омск, где разряд цифр где-то в районе 3-5 миллиардов рублей. Мой родной Ульяновск, где более 500 решений судов сегодня обязывают произвести необходимый капитальный ремонт на сумму более 1,5 миллиардов рублей. При бюджете города 5 миллиардов рублей. Вы сами прекрасно понимаете, что своими силами муниципалитеты и органы местного самоуправления не способны сегодня выполнить ни решения Верховного суда, ни решения соответствующих судов субъектов, ни соответственно те положения, которые прописал Конституционный суд. Поэтому мы считаем, что наш законопроект, внесенный нашей фракцией, должен быть базовым из этих четырех альтернативных. И на его основе можно будет отрабатывать реальный механизм возвращения долгов населению, про который сегодня, к сожалению, и федеральный центр, и субъекты Российской Федерации, и муниципалитеты вследствие отсутствия средств забыли. Я хотел бы добавить, что сегодня, кроме этих четырех законов, будет также закон, внесенный правительством Москвы о реновации так называемых Хрущева. Но мы считаем, что этот важный закон, он должен работать в рамках всей России, и боимся того, что в рамках Москвы это может послужить дальнейшему отселению коренных безденежных москвичей за пределы Садового кольца. Потому что всем понятно, что в Хрущевке находятся, в общем-то, достаточно досягаемых местах престижных, и мы хотели бы этого избежать и подготовили такие поправки. Поэтому в первом чтении мы этот закон поддержим, но если наши поправки не будут поддержаны, то мы будем выступать против. Спасибо большое за внимание.